Добрый день! Меня зовут Дорофеев Николай Викторович. Я представляю Владимирский государственный университет, кафедра управления и контрольных технических систем. Тема моего доклада — алгоритм выделения скрытых деструктивных процессов в конструкции зданий. Продолжение следует... В практике строительства и надзора за эксплуатацией инженерных сооружений промышленного и жилого типа предусмотрено выделение расчетов предельных нагрузок до достижения конкретных конструкций, до достижения которых конструкция сооружения и техническая система в целом сохраняет свою устойчивость. Однако известны случаи развития предаварийных и аварийных ситуаций, являющихся следствием незначительного выхода одного или нескольких физико-механических параметров в конструкции сооружения за пределы расчетных значений, либо синергетического воздействия факторов, не учтенных строительных расчетов. При расчетах, как правило, не учитываются возможные комбинации воздействия внешних факторов на геотехническую систему, а также возможные комбинации ее реакций, оказывающих дополнительное влияние на элементы геотехнической системы. Именно такие условия приводят к развитию скрытых деструктивных процессов в геотехнических системах, так как неучтенные суммарные воздействия определенных факторов, либо комбинации, приводят к изменениям допустимых предельных нагрузок и пределов устойчивости, заложенных в расчетной строительной документации объекта. Целью данной работы является разработка алгоритма выделения скрытых деструктивных процессов в геотехнических системах, позволяющего прогнозировать состояние геотехнической системы с учетом воздействия комбинации внешних факторов и комбинации реакций системы, построенного на основе теории бифуркации. При построении алгоритма выделения скрытых деструктивных процессов прилагается использовать бифуркационный подход, позволяющий выделять критические сочетания уровней воздействующих факторов и реакций геотехнической системы, приводящих к ее резкому переходу в неустойчивое состояние. Согласно предлагаемому алгоритму, первоначально осуществляется построение математической модели геотехнической системы на основе базовой модели с учетом особенностей и ограничений, свойственных конкретно геотехнической системе, среди которых следует выделить план сооружения, тип фундамента, удельный вес элементов сооружения, проценты износа, геологический разрез, уровень вибрационного фона, уровень допустимых предельных нагрузок и другие. Размещение систем мониторинга предлагается осуществлять в ключевых точках контроля, являющихся наиболее информативными. Регистрацию физико-механических параметров сооружения предлагается осуществлять с использованием системы деформационного мониторинга, позволяющая регистрировать углы отклонения осей от вертикали, собственные и вынужденные частоты колебаний, акселерограммы, уровень механических напряжений и усилий в элементах конструкции. Система подобного класса входит в сеть акселерограммических и терминометрических датчиков, замещенных в контрольных точках конструкции сооружения. Полученные данные заносят скорректированную модель геотехнической системы, нахождение решений которой позволяет произвести бифункционный анализ. Особенностью рефункционного анализа является определение комбинации критических значений параметров, воздействующих факторов и значений физико-механических параметров материалов геотехнической системы, малая вариация которых приводит к переходу геотехнической системы в неустойчивые состояния. В результате моделирования множественных взаимодействий и реакций геотехнической системы позволяет среди набора физико-механических параметров, элементов геотехнической системы, а также среди совокупности воздействующих факторов, выделить наиболее информативные, подлежащие дальнейшему мониторнику. В основании полученных бифункционных диаграмм является корректировка пределов варьирования исследуемых параметров геотехнической системы, а также пределов его устойчивости. Апробация разработанного алгоритма, выделение скрытых деструктивных процессов, пошлялась на основе данных геотехнических геотехнических параметров грунтового основания, а также физико-механических параметров, элементов сооружения фундамента и сооружения зданий. Объектом исследований являлось трехэтажное здание, возведенное на кирпичном ленточном фундаменте. Наблюдения осуществлялись с сентября 2016 года по февраль 2001 года. Причиной выбора такого объекта мониторного являлась периодическая обводненность подвальных помещений здания, вызванная сезонными паузами и изменением уровня грунтового хрена. Для регистрации частот колебаний и углов склонения от вертикали сооружения в контрольных точках были размещены акселерометрические датчики. Общее количество датчиков составляло 28. Для регистрации напряжения и усилий в контрольных точках конструкции фундамента были размещены центрадатчики. В результате обработки данных в период исследований с использованием разработанного алгоритма было установлено, что наибольшее влияние на устойчивость исследования геотехнической системы оказывает динамику параметров обводненности грунтового основания. В свою очередь, в ходе анализа данных согласно дефолкационному подходу было подтверждено значительное снижение допустимых значений предела упругости в ключевых точках конструкции фундамента сооружения при малых вариациях эксцентно обводненности грунтового основания. Полученные зависимости изменений предела упругости материала в фундаменте сооружения от возникающих механических напряжений с учетом уровня обводненности грунтового основания приведены в данном рисунке. Полученные в ходе применения разработанного алгоритма результаты также подтверждаются результатами моделирования в программе ЛИРА-САПР. Моделирование показало, что при повышении влагонасычности грунтового основания происходит деформация, приводящая к возникновению концентрации из-за полей напряжений в наиболее уязвимых местах конструкции, что полностью согласуется с результатами, полученными с использованием разработанного алгоритма в выделении скрытых дистрибутивных процессов. В ходе дальнейших наблюдений за динамикой физико-механических параметров исследуемой геотехнической системы был отмечен факт образования трещины в конструкции внешней несущей стены подвального помещения и первого этажа. В результате исследований был разработан и опробирован алгоритм, позволяющий достичь повышения чувствительности системы геотехнического мониторинга к регистрации скрытых дистрибутивных процессов, особенностью которого является учет и анализ малых вариаций динамики воздействующих факторов и реакции геотехнической системы с использованием функционного процесса. Таким образом, данный алгоритм позволяет изменять динамически допустимые пределы контролируемых параметров и вовремя изменять параметры системы мониторинга, что позволит своевременно корректировать и проводить прогнозы на оценки наблюдаемых параметров. Спасибо. У меня все. Спасибо. Спасибо.